Президент США Джо Байден возмутился из-за слов спецпрокурора Роберта Хёрта, который назвал его пожилым человеком с проблемами с памятью. Государственный долг США превысил 34 триллиона долларов. Птицы на телефоне Хантера Байдена нашли множество фотографий того, что в итоге оказалось грекам, кокаинам и предыдущим. Катехас выступил против миграционной политики администрации президента США Джо Байдена. В Конституции штата закреплена возможность выйти из состава США. Подумаешь, что же новость. Во время администрации Рейгана 240 морских токотинцев были убиты в Бейруте. И через 24 часа мы напали на Гренаду. Да, но мы не сможем сейчас ей позволить начать войну. Да не войну, а видимость войны. Скажите, а вот правда ли, что это как-то связано с положением в Албании? Я не в курсе о том, что есть какое-то особое положение в Албанию. Это оружие с ядерной боеколовкой? Или это оружие работает на ядерном топливе? Или оно может нести ядерный заряд? Я не могу раскрыть никаких дополнительных деталей. Миссис Роуз, скажите, а то, что генерал Скотт отправился в Сиаттл, это связано как-то с бомбардировщиком Б-3? Миссис Роуз, насколько я знаю, нет никакого бомбардировщика Б-3. В Вашингтоне бьют тревогу. Национальной безопасности США угрожает новая серьезная опасность. Я не могу ответить на этот вопрос, просто сказав «да». Скажите, а ситуация в Албании как-то связана с восстанием мусульман-фундаменталистов? О, вот наконец-то они поняли. Началось. Я только хочу сказать, что мы все беспокоены состоянием здоровья президента. Мы надеемся, что он поправится. И сделало ли что-то командование космическими войсками США, чтобы защитить наши спутники? Мы отслеживаем это оружие. Нам о нем сообщили. Министр обороны входит в состав команды, которая отчитывается на эту тему перед президентом. Господин президент, Вы поговорите с нами об угрозе национальной безопасности. С днем святого Валентина! Президент Байден, у Вас есть какие-либо комментарии по поводу размещения России ядерного оружия в космосе? С днем святого Валентина! Как мы уже говорили после албанской истории, президент уверенно лидирует в вопросах общественного мнения. Почему собака машет хвостом? Потому что собака умнее хвоста. Если бы хвост был умнее, он бы махал собакой. Продолжение следует...